Няня замест мамы. Белорусское товарыство «Червоного крыжа» протягивает реализацию доброчинного проекта. Про женщин, которые допомогают поправиться детям, покинутым без батьковской опеки, расскажет наш корреспондент Ганна Коральчук. У каждой больницы Белоруссии на стационарном лечении есть малые, которые застались без опеки батьков. До тяжкостей и по избавлениям таким детям не привыкать, а ли в больничных палатах особенно хочется поддержки. Медики не завсёду могут надать сиротам больше уваги, чем остатним пациентам, у них попросту не хапает часу. Тому такой допомозь от товарыста «Червоного крыжа» в больницах вельми рады. Клопот допомогая малым худшей стать на ноги. Сама суть проекта заключается в том, чтобы действительно дарить в первую очередь тепло и ласку и бездоленным детям. Ну, у нас, мне кажется, весьма успешно. Он реализуется. Работа, она в большей степени эмоциональная, а не физическая. Последний сотрудник, который пришёл к нам 4 месяца назад Ольга Ивановна, ну, нам буквально с ней просто безумно повезло. Вклад Ольги Ивановны в помощь медицинским работникам он весьма значим. И саправды, вышавши на пенсию, Ольга Грыцкевич миновита тут знайшла свое призвание. Пять дзен на тыдень, с 8 до 17 годин, яна працую няней мати, кормить, носить малых на руках и просто размавляя зиме. Зараз у женщины 8 выхованцев во взросле от 5 месяцев. Цікаво, что ранее Ольга Грыцкевич не имела медицинского або педагогичного стажу. А лишь особисты в опыту, якости мати и бабули, а так само душевная теплыня не дозволяют покинуть малых у тяжкой ситуации. Женщина добра ведая, коли прилашишь маленьких пациентов, их самоотчувание поляпшается. Вся работа хороша, но я никогда не думала, чтобы на работу идти с большой душой. Я утром просто лечу на работу, потому что те глазки, они мне все встречают, они мне все улыбаются, мы со всеми здороваемся. Мне, конечно, очень хорошо, когда вот ребенок выздоравливает или какие-то имеют успехи. Вот у меня мальчик уже 4 месяца со мной, как говорится, он уже у нас умеет и ходить, и разговаривать. Проект «Няня за мест мати» прошел апробацию областной детячей клиничной больницы. И он начался в вересне 2016 года. У вынеку идею признали перспективной и вы решили протягнуть в большезначных масштабах. Коли ранее у областной организации «Червоного крыжа» працевала у сего одна «Няня», теперь их пять. А про чем Гомеля проект реализуется так само у Мазиры, Речицы и Жлобиня.